Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Сегодня поделюсь с вами посланием, которое я ни разу не проповедовал за всю историю моего служения. А еще я покажу вам в Писании то, на что я раньше смотрел совсем иначе. Тема называется «Скрытое послание от ангелов, освободивших лотов». Скрытые послания. Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 по 29 стих. Тут сказано так. «Как было во дни Ноя, так будет и в дни прихода Сына Человеческого». И как было в дни Лота, так будет и в дни прихода Сына Человеческого. Прежде всего, хочу сказать, что Содом и Гоморра были городами-близнецами, которые находились на юге от Мертвого моря. Это были огромные города. Но у них было такое мышление, как и у людей, которых мы сегодня называем «прогрессистами». Во-вторых, ангелы, которые пришли в Содом и Гоморру, пришли в человеческом обличии. Они выглядели как мужчины. Такое часто происходило в Ветхом Завете. И они сказали Лоту четыре вещи, которые нам с вами важно знать сегодня. Во-первых, Иной и Лот получили предупреждение о приближающемся суде и разрушении. Во-вторых, они оба получили откровение о том, что они могут избежать этого суда, если что-то сделают. И это очень важно понять. В-третьих, они оба получили возможность предупредить свои семьи. И далее, в-четвертых, оба получили план спасения. В-пятых, в обоих случаях во время суда была использована природа и ее стихии. Когда вы читаете в книге «Откровения» обо всех наказаниях и о том, что их запускают ангелы, то поймите, что все эти наказания — это как звезда, падающая с неба. Там стоит слово «астер» или «астероид». То есть все эти наказания — извержение вулканов, цунами, землетрясение. Это природные катаклизмы, но при этом они исполняют Божий суд. Бог всегда использует землю, огонь или ветер, чтобы принести свой суд или наказание за город или страну. Ну и последнее. Их дети рожали детей уже после этих наказаний, и эти дети становились очень сильными и могущественными народами. А теперь давайте более детально поговорим об истории Лота. Авраам был родом из Ура Халдейского. Сегодня это территория Ирака. Именно там Бог попросил Авраама оставить все, даже свою семью, и пойти в ту землю, которую Бог покажет ему. Авраам допустил две ошибки. Во-первых, он взял с собой Лота. Он не должен был этого делать. Лот был родственником Авраама, но мы понятия не имеем, почему Авраам взял его с собой. Но Лот стал занозой для Авраама. Это видно из Писания. Вторая ошибка Авраама. Он остановился в Харане и оставался там два года. В конце этих двух лет наступил голод, который привел его в Египет, где он заполучил Агарь. И вы знаете, что было дальше. Эта история продолжается по сей день. Ему не нужно было брать с собой Лота и останавливаться на два года. Если бы он не остановился, то выкопал бы колодцы и пережил голод, как это сделал его сын Исаак. Сказано, что когда в той земле был голод, Исаак посеял семена и получил стократный урожай. Авраам никогда не попал бы в Египет, если бы не остановился на два года. У Лота был скот и слуги. И у Авраама был скот и слуги. Они пришли в землю обетованную. Их было так много, что им не хватило травы, потому что та земля довольно пустынная. Поэтому им пришлось разделиться. Лота выбрал хорошо орошаемые долины Иордана, что значит, что в той местности текла река Иордан. Но археологи обнаружили еще пять потоков на юге от Мертвого моря. Сегодня это территория Иордании, которые впадали в Мертвое море. Благодаря этим пяти потокам территория Содома и Гамор была орошена, как Эдемский сад. И Лот выбрал эту территорию. Всегда считалось, что эта территория была на южной стороне Мертвого моря. Но слово «содом» имеет интересное значение. Сегодня оно связано с понятием «содомия». Во многих библейских словарях сказано, что «содом» означает «сожженный» или «опаленный». Но это не совсем верно. Некоторые ученые считают, что оно может означать «долина полей». То есть это плоская долина с многочисленными потоками. Есть еще одно доказательство того, что Содом и Гамора находились на юге от Мертвого моря. Это очень интересные данные, которые были опубликованы совсем недавно. На той территории были обнаружены три кладбища, и все указывает на то, что на том участке есть останки 500 тысяч человек. Историки считают, что в той местности проживало в целом полтора миллиона человек. Эти цифры основаны на данных по тем кладбищам. Есть доказательства того, что люди жили в этой местности тысячу лет, но один город, и тому есть археологические доказательства, просуществовал всего лишь сто лет. Все ложится на свои места, если изучить историю Содома и Гамора. В той местности Найденбитум. Он похож на темный асфальт, и он воспламеняется. Когда-то его собирали у Мертвого моря и продавали египтянам и сирийцам. Это был большой бизнес. Это такие большие куски черной, непонятной субстанции, но они могли долго гореть. В той местности этого полно. Это доказательство того, что там было что-то воспламеняющееся. А еще в той местности с Мертвого моря поднималась фиолетовая дымка, которая вызывала тошноту. А еще историки говорят, что в той местности были трещины в земле, из которых выходил огонь. Это самая низкая точка на земле. И там из-под земли выходит огонь. Наверняка кто-то из вас видел мою программу «Путешествие в подземный мир». Она о том, что Мертвое море — это вход в потусторонний мир. Тогда вы понимаете, о чем я. Иосиф Флавий писал, что перекат Мертвого моря образовался в результате разрушения этих городов. Давайте перейдем к ангелам, потому что нам нужно узнать, что ангелы сказали Оту. Это послание для всего мира, а особенно для жителей западного полушария. Это Бытие 18 и 19 главы. Там сказано, что Бог и два ангела в человеческом обличии явились Аврааму у его шатра. Бог сказал Аврааму, что вопль Содома достиг его, и он планирует уничтожить этот город. Авраам знает, что там живет Лот и все его дети. Он ведет переговоры с Богом и говорит, «Если ты найдешь 10 праведников, ты пожалеешь этот город». Бог говорил, «Да». Скажите, а почему Авраам в этих переговорах о разрушении Содома и Гаморы остановился на 10? Там же был Лот, его жена и его две дочери, которые жили с Лотом, но были еще и зятья и дочери, которые жили со своими мужьями. Лот предупредил их, но они не послушались. Большинство раввинов читает, что в целом их было 10. И Авраам думал, что все они праведные и следуют за Господом. Но города оказали тлитворное влияние на большую половину семьи. А Авраам не знал об этом. Когда пришли ангелы, интересно, что они пришли не как ангелы. Ангелы невидимы, если только Бог не откроет глаза человеку. Например, осел Валаама видел ангела, а Валаам нет, пока его глаза не были открыты. Но когда ангелы приходили как люди, все могли их видеть. И вот эти божественные, красивые и сильные ангелы, я уверен, что они были сильными, а не хилыми. Эти мужчины-ангелы пришли в Содом и Гоморру. И когда Павел писал «Послание к римлянам» первую главу, если вам интересно, то прочтите это место сами. Павел писал о том, что мужчины предались превратному или извращенному уму. И там он ссылался на Содом и Гоморру, о которых написано в 19 главе Бытия. Итак, люди отдались превратному уму. Послушайте, как только вы отдаетесь превратному уму, то для вас уже не остается спасения. Думаю, вы знаете, что некоторые люди настолько гнусны и отвратительны в своих извращениях, что Евангелие не может проникнуть в них. Вы не можете получить свободу от того, что вам нравится. Нет, вы не можете получить освобождение от того, что вам очень сильно нравится. Итак, вернемся к людям, жившим в Содоме и Гоморре. Во-первых, они не умели различать Божию славу. А вот пришли два ангела, и Авраам узнал в них Бога и двух ангелов, а остальные нет. Он знал, кто они, потому что был духовным человеком. Те же ангелы идут в Содом, но люди там настолько извращенные, что не могут распознать божественное явление. мир стал таким извращенным и развращенным, что не может распознать Божие проявления в каких-то вещах. Они называют это эмоциями или религиозным рвением, потому что не понимают, что такое божественная слава. Во-вторых, в тех людях не было никакого страха Божьего. А в 19-й главе Бутия, когда они хотели вступить в связь с теми ангелами, они были настолько извращенными, что угрожали Лоту групповым изнасилованием, если он не отдаст им тех двух мужчин. То есть они угрожают телесным насилием, праведному человеку, потому что у них нет никакого страха Божьего. в Соединенных Штатах Америки и в целом мире поднимается поколение людей, у которых нет никакого страха Божьего. Они угрожают праведникам, плюют на них, угрожают насилием, если праведники не согласятся с их глупыми левыми идеями. Это дух Содома, который находится сейчас в Соединенных Штатах Америки. Это тот же дух. В-третьих, люди в Содоме имели такое извращенное мышление, что осуждали убеждения других людей. Вы слышите? Я считаю так. Если вы хотите быть атеистом, то вы имеете на это право. Люди часто говорят, нам не нужны христиане на руководящих позициях в Америке, потому что они будут принуждать людей к религии. Нельзя заставить человека верить в то, во что он не желает верить. Это самое глупое оправдание того, чтобы люди с какими-то убеждениями не занимали ту или иную должность. Никого нельзя заставить верить. На Ближнем Востоке это попытались сделать с помощью меча, но ничего не вышло. У вас есть право быть атеистом, верующим, консерватором или либералом. Вы можете верить во все, что хотите, но в Содоме, когда Лот сказал, не просите меня отдать вам этих людей, не просите меня об этом, потому что это неправильно, они ответили, кто ты такой, чтобы судить нас. Мы слышим это постоянно. Когда мы проповедуем определенные вещи на основании Писания, прежде всего, то есть люди, которые верят в Слово и принимают то, что было сказано. Но если вы проповедуете это же, только другим людям, то слышите, почему вы нас осуждаете, вы не должны судить, вы же христиане, вы верующие. Хорошо, если мне нельзя судить, то я могу быть инспектором плодов. Я могу посмотреть на вас и понять, какие у вас плоды. Если у вас праведность, мир, радость, доброта, кротость, я могу судить о том, какой вы христианин, по вашим плодам или вашему бесплодию, мы не должны судить людей судом неправедным. Мы не должны судить людей за то, кто они такие. За то, что они не такие, как мы. Но Павел писал, что даже пророчество нужно судить, рассуждать над сказанным. если кто-то дает вам пророческое слово, то нужно сверять его со Словом Божиим. Вот как нужно судить. Писание говорит, что суд принадлежит Богу. И правильно судить только на основании Слова Божьего. А эти люди говорят, ты не имеешь права судить, но я скажу вам, я имею на это право. если ты не веришь так, как мы, то ты не имеешь права открывать свой рот. И вы знаете, что в этой стране поднимается целое поколение, которое вешает на вас ярлык, если вы отличаетесь от них. Они хотят, чтобы вам стало стыдно за то, что вы верите не так, говорите не так, мыслите не так, как они. Я не обязан верить так, как я должен верить так, как говорит Слово Божие. Творец этой вселенной изложил свой закон, и вот во что я должен верить. Вот почему в прошлом Америка была благословенной страной. Мы играли по небесным правилам. Наша страна и наши документы, Конституция и били права, основаны на иудейско-христианских принципах из Ветхого и Нового Заветов. И вот почему мы были благословлены. Четвертое, что вам нужно знать о жителях этого города Содома. Мы еще даже не дошли до послания ангелов. Кстати, это всего лишь вступление. Я знаю, что наших телезрителей это немного расстраивает. Ведь так? Они спрашивают, почему мы не показываем все. Вы можете посмотреть первую часть и пропустить вторую. Или наоборот, и все равно будете расстроены. Итак, в-четвертых, у тех людей был жестокий дух. В их сердцах была такая сильная похоть, что их действия стали иррациональными. А все доводы подавлялись похотью, пылающей в их сердцах, но в них пылала не только похоть, в них прежде всего пылала и ненависть, с которую они впустили в свои сердца неправедно. Во втором псалме сказано так. Зачем возмущаются народы, и язычники замышляют пустое? Вы замечали, что неверующие возмущаются, кричат, бросают кирпичи, поджигают машины, прыгают по машинам и кричат, как маленькие дети. Почему они возмущаются и замышляют пустое? Потому что в одни ноя насилие наполнило землю, и сегодня дух насилия тоже сходит на людей. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Все эти вещи, которые происходили в Содоме, происходят и сегодня в Соединенных Штатах Америки. А теперь давайте посмотрим на послание ангелов. Как я уже говорил, послание этих ангелов — это послание для нас с вами, не только для Северной Америки, но и для всего мира. Послание ангелов номер один находится в 19 главе Бытия, в 13 стихе. они принесли предупреждение о том, что суд вот-вот начнется. Суд вот-вот начнется. Ангелы сказали, «Мы уничтожим этот город». Вот вам и предупреждение. Мы уничтожим этот город. В Ветхом Завете есть история о том, как сирийская армия, которая насчитывала 185 тысяч человек, окружила Иерусалим. И Господь послал всего одного ангела, чтобы убить этих солдат. За одну ночь один ангел убил 185 тысяч человек. Один ангел с мечом во времена Давида. Когда Давид пересчитал весь народ и согрешил против Бога, Бог сказал, «Можешь выбирать три года голода, преследование врагов». Давида преследовали всю его жизнь, и он этого больше не хотел. Он ответил, «Бог, ты сам решай». И вот 70 тысяч человек умерли от руки одного ангела. Итак, если учесть, что один ангел может убить от 70 до 185 тысяч, то сколько разрушения могут принести 12 легионов ангелов. Иисус сказал своим ученикам, «Разве вы не понимаете, что я могу вызвать целых 12 легионов ангелов и остановить все это?» В римские времена один легион — это 4800 человек, но он может достигать и шести тысяч человек. Если учесть, что легион — это 6000 человек, есть 12 легионов. Если один легион — это 6000 ангелов, то сколько ангелов в 12 легионах? 72 тысячи ангелов. А сколько людей могут уничтожить 72 тысячи ангелов? Если один ангел может уничтожить 185 тысяч человек, если я все правильно почитал, то получается так, что где-то 13 или 14 миллиардов человек — ангелов, которых мог вызвать Иисус на землю, могли бы уничтожить все нынешнее население нашей планеты, и они сделали бы это быстрее, чем вы открыли бы свой iPad. Но, как написано, Бог больше любит миловать и прощать, именно поэтому Он избрал план прощения для нас, для каждого, кто поверит в Его благую весть, и кто будет поклоняться Его Сыну Иисусу Христу. Это было незабываемо. По нашим данным, это было величайшее главное событие за все 32 года. И у нас есть аудио и видеозаписи для наших телезрителей. Я произнес там пять проповедей. Пророческое знание еврейского года. Я разобрал этот год на основании букв алфавита и рассказал о том, что следует ожидать от этого года в духовном, политическом и пророческом плане. Вам нужно услышать это потрясающее откровение. Затем был код Соломона. Сотни зрителей говорили о том, что это было очень сильное послание в моем исполнении. Используя символы и прообразы, я рассказал о трех людях, которые строили скиния для Бога. Вы узнаете о том, как небеса утратили свою песню, когда Давид вернул эту песню на землю. И как вы через хвалу и поклонение можете вернуть песню небес Богу. Вам нужно это услышать. Еще одна тема, будет ли церковь проходить период великой скорби. Мы поговорим о времени прихода Господа. Многие люди считают, что он вернется после скорби, а я на примере Писания покажу, что он придет до скорби и укажу на слабые места других учений. Вы увидите, что эта истина есть в Библии и поймете, что Иисус придет до начала скорби. Затем я учил о пророческом сигнале тревоги. Мне стало интересно, почему после провозглашения о том, что посольство США возвращается в Иерусалим, весь ад восстал против администрации президента. Я увидел подобные вещи в книгах Даниила, Ездера и Неемии. Писание говорит, что стена будет отстроена в самое беспокойное время. Вам нужно услышать это пророческое послание. И последним было сокрытое послание от ангелов, освободивших Лота. Я покажу вам, что в словах, которые ангелы говорили Лоту, есть послание и для Америки. Они предсказали Лоту то, что будет в США и других частях мира. Я хочу, чтобы вы заказали себе эти проповеди. На диске также есть проповедь Рона Карпентера «Ваша книга судьбы на небесах», Седора Бишопа «Будьте свободны» и Марио Марула «Станьте вооруженными и опасными в духе». Все эти восемь посланий входят в один альбом. Вы можете заказать CD за 55 долларов, а DVD за 95 долларов. Звоните нам или заходите на наш сайт. Пусть Бог обильно благословит вас. Это последняя неделя, когда действует наше особое предложение. Обязательно закажите материалы и прослушайте не только мои послания, но и послания моих гостей. Вы узнаете то, о чем никогда раньше не слышали. Если вам любопытно, то я сейчас нахожусь в центральной нервной системе служения «Голос евангелизма». Здесь мы записываем наши диски, монтируем наши программы. А на этой стене машина, благодаря которой мы делаем по 70 программ в неделю. Я хочу поблагодарить вас за многолетнюю поддержку программы «Фестиваль Манная». Сейчас наша программа выходит по всему миру. Большое вам спасибо за это. Мы молимся о покрытии ваших нужд. А сейчас я быстро расскажу вам свое расписание. Совсем недавно мы запланировали поездку в Бамонт, штат Техас. Это будет с 8 по 10 февраля. Если вы живете в Техасе, будьте внимательны. А если вы проживаете в Миссисипи, мы очень редко там бываем, но в этот раз мы побываем в городе Фловут. Вы давно приглашали нас в Миссисипи, поэтому приезжайте и мы повидаемся. А еще впереди нас ждет пророческий саммит, Вориор Фест и другие мероприятия. Более детальную информацию вы найдете на нашем сайте. Скоро начнут выходить в эфир наши новые программы, которые мы сняли на Святой Земле. Мы с командой побывали в Израиле и сняли 38 новых программ. Некоторые из них в тех местах, где мы никогда не бывали. Поэтому будьте готовы к этим новым программам, которые выйдут совсем скоро. А еще у нас есть международная библейская школа. Сейчас в ней учатся 1800 студентов. Я благодарю за это Бога. Библия говорит, что познание Господа покроет всю землю, море и небо. Понятно, что землю оно покроет через проповедь. Но как насчет моря и неба, кабели, по которым из страны в страну идет интернет, проходят под водой. А небо — это спутники. Вот как я понимаю, что познание о Господе распространяется через море, то есть через подводные кабели, которые люди прокладывают по дну океана. По небу — это через спутники и через проповедь слова по земле. Мы живем в последнее время, и вам нужно быть готовыми к этому. Увидимся с вами через неделю. До новых встреч!